Может быть, вы знаете, что пока не сложилось, она сыграла? Нет, это было не очень. Нет. У меня как-то такое странное отношение в профессии. Я так долго собиралась, как в кризисе, наконец все случилось. И вдруг, а кого я нахожусь сыграть? Я нахожусь, сказал, никого. И знаете, я встречаю роль, когда свою игру, вот и все. А кто это? А это наркоманка, да? А это шалава. А это там кто? Я не хочу, я не люблю, да? У меня вот нет такого, чтобы я кого-то хотела сыграть. А после какого у вас стали встречи? То есть серфис? Ну, Ку-Ку-Ку, конечно. Ку-Ку-Ку, да. То есть после «Волчка» это только узкие круги были, да? Жить они расширились. Но Ку-Ку-Ку, оно сделало вот свою вот эту катапульту широкому зрителю. После чего я, кстати, поняла, что, похоже, мне надо будет войти в сериал когда-нибудь. Потому что, кстати, ждет и мне все пишут, что зрители, почему мало снимаете, что происходит, да? Ну, вот это ломаться уже некрасиво. Вот люди делают запрос, значит, хуже леда пока горячо, надо идти к зрителю, все пришло время. А зрители больше выбирают или больше хронов? Я, наверное, где-то не выбираю, я же не считаю. Нет, потому что вы подошли на улице и сказали, что ж ты такая мать! Зрители смешные, они на улице подходят, вы же Эля, как ее надо, да? А давайте смотримся, допустим, да. А тут какие-то там блогеры или там какие-то женщины странные напишут. Ах, какой кошмар, какая она торга тогда. То есть это все очень от настроения и все очень одинаково, вы видите, складывается. Я уже к этому привычная, так что никаких не добит. Ну, вот так оно и идет. Сейчас я буду, я понимаю, как раз, когда звать будет Ольга, я буду тушить. Яна Павлянова, да. Если до этого говорили, Яна, здравствуй, а потом говорит Ольга. А почему мне важнее критику из этих революций? Да мне, кстати, не наплевать, но я умею просто отрицательную критику не читать. Я, кстати, и положительную не особо зачитаю, потому что не надо тоже себя втращивать, вот этого вот, себя любить-то. Но зрители смешные, понимаете, они пишут один раз такие вещи, что они тебе как бы никуда. Но у зрителей есть такая любовь, если тебя полюбили, которую ты ни на что потом не променяешь, не придашь и не продашь. Это мощно очень. Ради этого вообще создан актер, ради зрителей, скорее, ну, один кофе, даже не злова. Да, вот это самое важное критико, от критиков, ну, а строта ума, как проявляется, да, и зерно роли, да. Вот они это все разбирают анализом, и ты понимаешь, что там я гениально все сделала, там расписали-то, да, то есть, ну, а я даже этого не играла. Естественно, так поехали. Вот, и это там интересно все. Конечно, мне нужна любовь зрителя, потому что я куда без этой любви-то, я кому нужна? Если я буду им не нужна, да, я пойду писать дальше, что есть сценарий. Вы сняли, как, комментаришку, а мы можем представить, как вы видите вас, вы говорили, что все, что филопродактор сразу не сплачивает, что там не служит. Да нет, знаете, как интересно, я написала сценарий, полный метр уже, мама дура, да, и поняла, что а кино-то я режиссором уже и не хочу. Потому что я уже испугалась, когда снимала, что точно ответственно, это страшно. Я трусила. Я сказала, давайте, я не буду ничего снимать, ну, и молодец. Собственно, одобрил. А потом, кто-то из журналистов-то и подкинул идею. А раз, может, есть сценарий, может, вы его в театре попробовали. Я говорю, как ты молодец. Вот, по-моему, он создан в театре, как раз, может быть, режиссером в театре. Как раз мне больше будет интересно, там можно подольше повозиться, чтобы сцену выстраивать, и не так, как на съемках, как на тебе. Пять дней сниму кино. Это ужас вообще. Как пять дней, и что? И все, и вот снимай. А у тебя не та погода, у тебя актриса заболела, она там отравили, ищут в площадку, все болели, так. А ты снимай кино. Поэтому, может быть, как раз сценарий «Мама-дура» пойдет в то. А что за «Мама-дура»? Можно же поговорить? Я написала сценарий «Полого метра». Ну, это где-то, где-то опять я, где-то моя, опять мама. Я вдохновляюсь это лично своей мамой. Поэтому, благодаря маме и первой синхронии, первого брака, собственно, и революция сценария «Мама-дура». Спасибо. Спасибо вам большое.